Всем большой привет! Меня зовут Татьяна. В этом видео мы снова поиграем в карты по видеосвязи. В этот раз снова Катя и Арина. Итак, посмотрите какие у Кати красивые косички. Она их сама плела несколько часов, так что вот очень, на самом деле, прикольно получилось, да? А это Арина. Да, вы уже со всеми ими знакомы. У меня уже было видео про то, как мы играли в карты по видеосвязи. Однако, мы придумали еще одну игру, так что давайте представим, ну как мы, девочки, придумали. Итак, давайте же начнем. Просто вот она, колода карт. Она должна быть и у вас, и у вашего, так скажем, напарника. Вот. Колода карт. Итак, первое, что вам нужно сделать. Повернуть карту рубашкой вверх. То есть не сами карты, чтобы они были видны, а их задняя часть. На счет 3 вы поднимаете карту. Раз, два, три. Вы поднимаете и показываете друг другу. Итак, у Арины король, у Кати десятка. Король больше десяти, поэтому Арина своего короля, то есть человек, у которого карта большая по масти, ну, большая по значению, так скажем, откладывает в отдельную стопку. А тот, у которого карта меньшая, кладет ее в конец колоды, то есть в самый-самый низ. Итак, правила игры таковы. Каждый побеждает тот, у которого соберется большая стопка. То есть, ну, определитесь количество, например... Отдельная стопка. Отдельная стопка, да. То есть, определитесь количество, например, там, 10 карт или 15. Также, немножечко по правилам. Все карты самые старые, то есть, вот если 6-7, то семерка откладывается там и так далее. Но если же у вас туз и шестерка, шестерка побеждает. То есть, так скажем, шестерка тогда откладывается в отдельную стопку, а туз, ну, под низ. Вот. Итак, девочки сейчас немножечко... Вот вроде бы правила мы все объяснили. Девочки сейчас продемонстрируют, как это играется, точнее, сами поиграют. Вот. Итак, на счет 3 они показывают карты. У Арины восьмерка, у Кати восьмерка. В этом случае очень интересно происходит, да. Вот еще один момент. Вы берете карту, кладете ее вниз. Вот так вот. Далее. Еще одну карту кладете вот так вот, наверх, чтобы не было видно. И на счет 3 вы еще раз показываете карты. Главное, чтобы все это ничего не подстраивалось. Вот у Кати что это? У Арины туз. У Кати? У Кати десятка. Положи, пожалуйста. Итак, Аринин туз, он старше, поэтому Арина все свои карты откладывает в отдельную стопку, а Катя их, так скажем, все забирает под низ. Даже несмотря на то, что тут туз. Итак, мы продолжим играть. Раз, два, три, так скажем. Дама, а у Кати, покажи мне, пожалуйста, свою карту, валет. Валет идет под низ, у Арины стопочка. Покажи свою стопочку отдельную. Да, пока что у Арины пять карт. Мы договорились играть до семи очков, поэтому чтобы так, по-быстренькому. Так что два сезона. Еще раз. Давайте. Господи, как прикольно выглядишь. У Арины король, у Кати девятка. Арина опять откладывает. Раз, два, три. Десятка, а у Кати шестерка. Что ж, у Арины уже есть семь очков, и тут единогласно выиграла Арина. С счетом 7-0, у Кати этих карт нету. Но, это ничего страшного, на самом деле, всегда побеждает дрожьба. Что ж, вот что-то такое у нас сегодня получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Мы очень старались. Лайк за Кате на косички. Это очень кропотливая работа. Вот. Но мы правда очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если же вы хотите, чтобы такие видео еще выходили, то дайте нам знать. Что ж, всем до скорой встречи и всем пока!